Всем привет, друзья-товарищи! Сегодня у нас на обзоре автомобиль Nissan X-Trail T32 2015 года выпуска. Этот автомобиль с пробегом чуть больше 200 тысяч очень хорошо показывает себя на дорогах. Этот автомобиль может быть как переднеприводным, так и полноприводным. Данная модель автомобиля означена только передним приводным. Но это ни капли не ухудшает ее проходимость. Сейчас мы покажем, насколько этот автомобиль способен ездить по снежному покрову. Но машина показывает себя очень достойно. Это городской кроссовер с объемом двигателя 2 литра. Атмосферный двигатель выдает 144 лошадиные силы. Этого двигателя вполне хватает, чтобы передвигаться по городу и по трассам. Но выезжая на проселочную дорогу, этого двигателя не хватает. Так как автомобиль очень тяжелый и ему просто не хватает тяги вытащить из какой-либо грязи или ямы автомобиль. Сейчас мы перейдем к интерьеру автомобиля. Салон у автомобиля довольно-таки вместительный и современный. Здесь есть вставки из пластика, которые довольно-таки придают вид этому салону. Мультимедиа уже сенсорная. Для современного городского автомобиля есть все. Глонас, мультимедиа, AUX, Bluetooth, CD. Все есть. Климат-контроль тоже есть, но только передний. И сзади его, к сожалению, нет. Установлена коробка вариатор, что очень непрактично, мне кажется, на мой взгляд. Сейчас заведем транспортное средство и послушаем, как оно работает. Довольно-таки хорошо заводится автомобиль. Вот как я и ранее говорил, мультимедиа вся сенсорная. Плюс есть бонус в качестве люка. Материал салона довольно-таки выполнен качественно. Ничего как бы нету, ничего не болтается. Строчки тут даже нету. А если на нее взглянуть, то она обычная, ничем не привлекает внимание. Но все же сделано очень ровно. В некоторых модификациях этих автомобилей установлены кожаные сидения с перфорацией. Задний ряд сидений очень просторный. Здесь можно даже прилечь и поспать. А может и с кем-то. Здесь помещается довольно-таки большое количество человек. Багажник у автомобиля Nissan X-Trail довольно-таки вместительный. Что ты чё, падла, бля? Чё, здесь тут ключ? А можно было просто сделать так, ну? Как вы видите, багажник довольно-таки вместительный. Сюда может поместиться, ну, человека два, моего тела в сложении. Сколько литров, я не знаю. Но если вы хотите отправиться с семьей куда-то далеко на неделю, то всех вещей, которые вы сюда загрузите, вам хватит. А если вы хотите отправиться вдвоём на этом автомобиле, то вы можете словить задний ряд сидений, и автомобильный багажник увеличится вдвое. Накинем ремешочки, прокатимся, посмотрим на динамику автомобиля. Ручник здесь электронный, что меня не радует. Боком не дашь. Ну, трогаемся. Аккуратненько. Едем. Подвеска у этого автомобиля, как ни странно, довольно-таки мягко отрабатывает все неровности. Даже на маленькой скорости. Вот сейчас мы едем, дорогу можешь подснять, что она неровная. Вот сейчас по камере особенно видно, как это она сглаживает. Да, отрабатывает более-менее. Я это с сарказмом сказал. Да, я понял. Максималка этого автомобиля по спидометру 240. Ну, насколько я знаю, больше 200 на ней никто не ездил. Проверим у нас, насколько этот автомобиль рентабельный при обгоне какого-либо транспортного средства. Немного дадим. Значит, вот мы выехали, все, никого нету. Включаем аварийку и нажимаем. Ну, довольно-таки быстро автомобиль набирает свою скорость. Вот. Уже сотни. Все, как бы. А куда больше? Больше нам нельзя по закону Российской Федерации. В принципе, динамика, разгон вообще хорошего автомобиля, если сравнивать его с конкурентами двухметровыми. Очень хороший автомобиль, на мой взгляд. Здесь стоит электроусилитель руля. Да, не гидро, а электро. Что этот руль крутится вообще очень легко. Вот буквально одним пальчиком он весь крутится. Очень легко. Что и есть хорошо. Как бы ездить даже вот по такой, засними, проселочная дорога. Как бы не, ну, накатанный снег. Вот сама радость прям ездить. Все почечки, все проглатывает автомобиль. Да, есть такая своя толпешка вот на таких местах, где тяжелая техника ездит. Трактора, грузовики. Но, тем не менее, есть одно удовольствие, да. Приехал бы я сейчас здесь, не знаю, на Оке какой-нибудь. Автомобиль нравится мне. То есть вот захотел, дал газку. Вот спасибо хозяину автомобиля, что не подвел, а доложил для съемки ролика. Это тормоза у машины, что сзади, спереди диски. Гидравлика очень хорошо тормозит. Даже я сейчас не в пол тормоз нажал. Даже оператор чуть в торпеду не башкой заехал. Да, оператор на него пристегнулся и шаг. Вот мне нравится этот автомобиль. Как бы у него как таковых конкурентов нет. Именно из другой марки автомобилей. Ну, Qashqai самый прямой конкурент, но это Nissan, как бы. А из таких вот конкурентов, ну, я, честно, еще не встречал. Как бы именно, чтобы такой планировки машина была и как-то конкурировала. BMW X6. Ну, тут сравнивать, как бы, да, и Пошку, и немца нет смысла никакого, я считаю. Но автомобиль хорошо себя показывает в эксплуатации, как городской, так и межгородской. Очень вместительный и удобный автомобиль. В целом, по безопасности автомобиля тут говорить нечего, потому что японцы, они всегда славились своей надежностью и безопасностью. Тут, конечно, да, безопасность на высшем уровне. По проблемности и по поломкам этого автомобиля, я знаю только то, что на 200 тысячах пробега вырезает катализаторы. Как бы, ну, свечи, само собой, меняет. Сейчас в России с импортом запчастей, конечно, все очень плохо на японской автопромке. Но, тем не менее, друзья, китайцы нас выручают, китайские запчасти аналогируют, ставят. Суровод, конечно, намного меньше, но, тем не менее, очень красивые виды у нас в Сибири. Прямо душа радуется. Леса, все, вроде едем. Как бы, в близлежащий населенный пункт снимаем. Но, тем не менее, посмотрите просто, какая красота. Автомобиль хороший, довольно-таки. Да, и стоит на дороге. Вот сейчас, казалось бы, да, там гололед, непосыпанная дорога, само собой. Не снесло, не занесло ничего. Все блокировочки, все резина, она стоит на дороге. Эта машина вообще очень хорошо. Мы это продемонстрируем, конечно, тоже. Вот, то есть, никого нету, как вы видите, да. Да, включаем аварийку и проверяем эту машину на устойчивость на дороге. То есть, вот, добиваем скорость, все, и пробуем. То есть, на дороге машина стоит очень уверенно. Вот, очень уверенно. Чувствует себя на дороге, что не может не радовать. Потому, что она тяжелая, давит, отрабатывает, все, опять же. Да, ребят, мы ни в коем случае не пропагандируем такие действия. Да. Всегда нужно поддерживать правила, настегиваться и не исполнять. Действия были выполнены исключительно на пустой дороге. Ни сзади, ни впереди нету машин. Оператор внимательно смотрел по зеркалам. Также автор имеет опыт. Да, если вам интересно, как урок. Вообще, такую езду я не приветствую. Что касается акустики этого автомобиля, она довольно-таки хорошая. Никаких сабвуферов сюда не надо. Хватает столько. Расход топлива, как заявляет компьютер, у нас 12 литров на 100 километров. Почти 13. Ну, в принципе, для такой массы автомобиля довольно-таки немного расход у нее. Что включает в себя система? То есть, вот, полностью все сенсорное. То есть, есть навигация, есть аудио. То есть, я могу настроить все вот эти настроечки, как мне надо, в какую сторону баланс звука. Это все, то есть, вот, громко, негромко все это можно воткнуть. То есть, телефон можно подключить по блютузу. Информация о пробках, то есть, она может голосовым помощником информировать о том, что впереди вас пробка. То есть, вот она камера. И с заднего вида полностью в круг. В круг есть. Еще есть по правому, чтобы бордюрик не зацепить. Справа, вот есть такая камера тоже. Довольно-таки полезная вещь. Вот, как бы, вот градусы. То есть, вот, до 30 градусов все. Печка, кстати, у этого автомобиля не совсем хорошо себя показывает. Но все равно в машине тепло. Но в минус 50, в минус 50 ноги мернут. У пассажира водителя сзади вроде ничего, а у водителя ноги очень себя мернут. В минус 50, когда вот едешь по трассе соточку. Вот так вот, минус 50. Холодно. Что подогрев руля в этой комплектации автомобиля нет. Но он предусмотрен, считается как доп. Мультируль. Все, то есть, есть круиз-контроль. Я думаю, сейчас мы выехаем и покажем, как он примерно работает. Сейчас проверим, как работает здесь круиз-контроль. Я расскажу, как его включать. Подведи сюда камеру. То есть, первое, начально нажимаем на вот эту кнопочку. Набираем нужную скорость. Ну, по мне, я, допустим, сейчас наберу вот 40. Все. Выбираем с педали газ. То есть, все, я убрал. Можно узнать, что там нет моей ноги. Все, и мы едем в 40. Все, это означение, что вот мы едем в 40. Все, чтобы прибавить. Вот сюда нажимаем. Все, то есть, вот вверх двигаем, прибавляем. Вот, допустим, я хочу сейчас на 50 прибавить. Все, так же я убрал ногу с педали газа. Все, на 50 прибавил. Либо отключить круиз-контроль нам нуждается либо на off, либо на тормоз. То есть, все. Мы сбросили скорость. Нажимаем на off. Выключаем круиз-контроль. И можем дальше газовать на педали газа. То есть, работает исправно. Я его долго не эксплуатировал. Но, в принципе, система, я думаю, удобная. Ночью у этого автомобиля очень красиво работает интерьерная подсветка. Сейчас мы это вам покажем. Я сказала, не приду отзыв, но я смотала в птицах, надо ем. Снимаешь? Да. Музыка. 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 Я ставлю чувства на минимум пульсу на минимум до минимума. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, всем спасибо за просмотр. Если вы хотите увидеть сравнение 32 модели X-Trail с 30, то набирайте под этим роликом 1000 лайков и мы обязательно снимем этот видеоролик. Ну все, всех обняли и до скорых встреч, ребятки.